И прямо сейчас вас ждут подробности еще одной истории. Это будет эксклюзив. Андрей Мирончик, начальник смены отделения пограничного контроля Брузги Гродненской пограничной группы. Это он не пропустил террористов в Беларусь в середине января. Именно о нем накануне говорил глава государства во время вручения госнаграды генеральских погон высшему офицерскому составу. Во время торжественного мероприятия Александр Лукашенко также поручил председателю госпогранкомитета Анатолию Лапо найти того самого пограничника, который честно сделал свою работу. Поручение президента выполнили в кратчайшие сроки. И сегодня нашей съемочной группе удалось лично встретиться с героем и, как говорится, узнать из первых уст все подробности инцидента на границе. Андрей Олегович, расскажите, пожалуйста, как проходило дежурство ваше в тот день? Какие обстоятельства вызвали у вас подозрения? Да, добрый день. Значит, 17 на 18 января смена пограничных нарядов отделением пограничного контроля Берестовица несла службу в повседневном режиме пограничного контроля. Значит, поступила информация от пограничного наряда, что в пункт пропуска заехал рейсовый автобус с сообщением Варшава-Гродно, прибыл на паспортный контроль. Из числа пассажиров одним из оказался граждан Украины, который предъявил свой заграничный паспорт для проверки документов, в ходе которой сомнений в подлинности либо принадлежности к предъявителю не возникло. Однако профессиональный опыт подсказал, что данному гражданину нужно уделить особое внимание. Соответственно, мной было принято решение вывести данного гражданина из пассажиропотока, сопроводить в отдельное служебное помещение для проведения дополнительных контрольно-проверочных мероприятий. Первое, что смутило, значит, это его просьба. Просьба не проставлять отметку в паспорт о перечении нашей границы. Хотя, несмотря на то, что в его паспорте на тот момент уже присутствовала отметка пограничников с определенного пункта пропуска в Бобровнике, что, соответственно, не скрывало бы факта въезда в нашу страну. Пояснял гражданину это тем, что бежит от войны, планирует в будущем вернуться к родственникам, и, соответственно, из-за нашей отметки у него могут возникнуть проблемы. Значит, его просьба, соответственно, была не удовлетворена, поскольку нормами нашего законодательства в его случае такой возможности не предусмотрено. В ходе детально устного опроса наблюдалось значительное нарастание волнения гражданина, значит, путался при уточняющих вопросах, не мог точно пояснить цель въезда в страну. Соответственно, все это указывало на то, что человек что-то скрывает. Вместе с тем, в ходе отчисления углубленного пограничного контроля в отношении данного гражданина предметов запрещенных, ограниченных к перемещению через государственную границу выявлено не было. Значит, мной было принято решение, исходя из всей обстановки, не пропустить данного гражданина въезд в Республику Беларусь в интересах национальной безопасности. Согласовав свое решение с вышестоящим руководством, гражданин Украины в основном порядке был сопровожден и проследовал на территории соборительного государства.